Друзья, привет! Дмитрий Корниенко, Александр Ковалев, 7 июля 2024 год. Всем привет! Виталий, Саша. Что, поговорим, в очередной раз поговорим. Новости недели, Витебска, что произошло, что писали про властные телеграм-каналы, гос.ми, что писали. Вот мы потратили свое драгоценное время, почитали эти новости и, не знаю, попробуем поделиться своими выводами. Что на этой неделе, Дим, что тебе запомнилось больше всего? Ну, зараз идут шерк розных мероприемств, нияк не отойдут после форума региону. Ну, уже, сдается, почались первые такие звоночки того, что на будалнистой стабуде попилили шмат грошу. Ну, то бок уже заявляют шмат артикулов, просвеченных коррупцией. Тому, ну, то, что мы там прогнозовали, что шмат голова взлететь, ну, махчимо. Ну, уже по крысе там, там, в Гарвы-Канкаре была она рада на конт коррупции. Тому мы уже еще много что почуем на переде. Ну, да, я тоже хотел сказать, что даже в исполкоме уже проходило совещание по поводу коррупции, как они так быстро по следам решили, не знаю, опередить события, не опередить события. Но тут, наверное, все-таки, мне кажется, еще многим посчастливилось в том, что не приехали, как обещали Лукашенко и Путин, обманули в очередной раз. То есть Лукашенко, как всегда, как всегда обманывает, говорил, приедет и не приедет. Поэтому тоже, я думаю, если бы приехал он со всей своей свитой и Путин со всей своей свитой, явно бы там было бы куда хуже. Но не приехал, чего не приехал. Я то, что самый очевидный ответ, там что-то в последнее время со здоровьем-то не очень-то хорошо вроде бы как. Вот, и там он еле те мероприятия, которые обязательные в программе еле вытягивает, а уже в Витебск ехать и подавно, уже не в том возрасте. Вот, поэтому приехали все-вся-вся свита, которая планировалась, самих ни Лукашенко, ни Путина, естественно, не было. Вот, поэтому, как ты думаешь, насколько это спасло строителей? Приехали, да, это значительно полегчило лес чиновников в Витебске, это докладно. Но бояны довольно серьезные переживания. Ну, шмат поколи неведомо, как они пережили и то, и что отбылось, но в будущем мы к Ирху доведаемся, я думаю. Тоже хочу отметить, что посмотрели все новости, которые были по форуму регионов. В России вообще никак не освещалось мероприятие, там какие-то совсем-совсем такие уже второстепенные медиа региональные, и совсем-совсем чуть-чуть, там буквально минутку я смотрел медиа дагестанский телеканал, показал, как делегация Дагестана ездила, и то, там даже, там буквально минута, ну, вроде как, про форум регионов, но по факту они там куда-то возложили венки каким-то солдатам Второй мировой, дагестанцам, которые участвовали в освобождении Беларуси якобы, что-то где-то. Вот, ну, конкретно про форум даже никто никак нигде не освещал. Вот, это тоже в очередной раз показывает вообще, кому и насколько такие мероприятия нужны. Последний раз у нас мы говорили про, как у нас там, День единения, какой-то был праздник. Да, День единения. Вот, и та же самая картинка. В Беларуси с этими флажками носятся, встают на работу, с работы идут с этими флажками под знаменем праздников. Форум регионов, тут это форум регионов. Субботников, никогда не было субботников, признанных, как это, просвеченных. Нехай будет просвеченным. Да, праздником, который, ну, просто так, у нас весной просто навести порядок, делаю для галочки субботники, чтобы выйти. А тут я вообще такого не помню, чтобы действительно был субботник к какому-то вот приезду, приезд Лукашенко или Путина, и в итоге на субботник выходит весь город. И мне кажется, что в масштабе, в котором выходили, я посмотрел, мне кажется, даже и весной в таких объемах не выходят. То есть из полкома все вышли в полном составе. Что еще по форуму регионов? Хочу отметить все-таки сам формат мероприятия. Все, которые проходили круглые столы, все были направлены только на какую-то там интеграцию. И причем что интеграцию без учета каких-то белорусских интересов. Мы уже сколько раз говорили про предприятия. Предприятие скорее выглядело как смотрины. Вот посмотрите, какие предприятия в Беларуси есть. Вот предприятия Оршанские, они могут делать вам бронежилеты. Это предприятие может делать снаряды. Это предприятие может делать запчасти для ракет. Вот все еще предстоял форум. В Полоцке поехала Матвиенко. Передала в очередной раз, мы уже про это сколько раз говорили. Кадетскому училищу передала герб. Как он? Герб, знамя. Двуглавого орла. То есть у нас полоцкие кадеты для них символом является двуглавый орел почему-то. Почему-то это такой вот повод для гордости. Ну и вокруг этого практически все мероприятия. Вокруг вот какой-то такой интеграции Беларуси в Россию. Хотя в чьих интересах вообще это происходит, непонятно. И что у тебя, есть еще что-то добавить по форуму регионов? Ну да, на угол мне подается, что Лукашенко его затеявал на форум регионов, как махчимость выходить на совесть с героевниками российских регионов, как обыход Крамля, ну там домовляться об общинности. Ну вот эта идея была, ну там, в початку, но быцем бы працованная. Но вот то, до чего она дошла в вынеку, я думаю, что это не то, что хотел Лукашенко. Сейчас, ну, как ты говоришь, они проезжают на сматрыны, и это не то, что он был задоволен. Это его больше обмежевывая, стиская. Вот тому, ну, это уже, ну, его идея, из которой он затеявал все это мероприемство, они уже тратили свой сенс, и теперь они на дворот ему только погрешают, я вот там. Ну, то Бог проезжает до его, теперь ироники в этих регионах, как нечто для себя очукать, а не то, что он. И он плановал, спочатку, что он будет проезжать там, ну там, я лишь один год в России проходит форум регионов, один год там в Белоруссии, там, например, в Фетиде, где он был, там, в последние годы. И он так и лечил, и он проезжает там, ну, состракается с керовниками там разных регионов, этих субъектов Российской Федерации, и с ними там, ну, некие контакты налаживая. Ну и все, и он так лечил, что в этом махчимость вот так вот, там, как Кремль, ну, ну, сразумевалось, что Кремль ведал про все это, но и он, ну, выход Кремля хотел, вот, такие контакты налаживать, как нечто, там, добить свои политические, там, вагу, повеличивать нечто и нечто и нечто. Вот, вот, а Лёша в этом теперь не спорцовала, и только, ну, ему, ну, только горш от этого. Поэтому, махчима из-за этого, и он сам не поехал, махчима, графики не совпадают, тут шматы селяких мероприемств, вот, на какие-то там, вот, в Казахстан нашлось, в это треба ехать, то еще, вот, может, здоровье, як ты кажешь, так само, что у одного, что у другого не дозволяется. Не, ну, если у обоих не позволяет, это вообще прям уже джекпот какой-то, так мы на такое даже не рассчитываем. Ну, а как он дожже показал, что остание Лукашенко стало дремно, то есть только приехал, после пролета, и там, ну, все может быть. Ну, я вот не глядел, например, и был он на своем веселье, ну, вот, в этом свете Александра избираяся в Роу. Ну, вроде бы был. Был, ну, тут, глядите, тут только он у Астани, а тут одразу треба приехать сюда, ну, график довольно таки степлый, я его отримался насыщенно. А тем больше летний перей, вот, коли, ну, здоровье зусим, недозволяемое. А посмотри ради интереса в Александрии. Слушай, я на самом деле видел в Александрии, видел картинку, то есть там фотографий не так много, наверное, если был бы, может быть, действительно было бы больше фотографий с ним. А там было, скорее, я видел картинку с экранов, а с экрана он вполне мог просто какое-то видеообращение прислать. Да, я сейчас подумал, что я картинку увидел, мне показалось, что он был, а по факту, может быть, и действительно другая картинка была. Ну, надо проверить. Я вот, ну, я не докладнял, я просто бегло проглядел, там, не скажу. Окей, хорошо, сейчас я по ходу еще посмотрю поищу. Так, еще в это же время проходил, в это же время проходил, как это, сборище собрания молодежи на белорусско-российской границе Курган, такой вот фестиваль, патриотический лагерь. Я в этом году не смог найти много интервью с этого мероприятия, но напомню, что в прошлом году достаточно активно опубликовали российские медиа, как раз-таки приграничные, которые, что там, Псков, Смоленск, именно вот эти приграничные регионы, которые участвовали в этих патриотических мероприятиях, прям очень активно, с гордостью рассказывали, как они сражаются с фашистской Украиной, прям не стесняясь ни в выражениях, ни в тезисах. И, что хуже всего, эти же тезисы, эти высказывания подхватывала и белорусская молодежь, то есть ребята, которые из Беларуси поехали на эти праздники, у них брали интервью, и они, ну, практически один в один повторяли то, что их российские коллеги, друзья, коллеги, их коллеги высказываются. Вот, опять же, с какой целью это все делается, я не понимаю. Зачем, насколько это нужно все Беларуси? У меня такое ощущение, что какой-то тоже раздрайв идет. В Минске я не верю, что там тот же Лукашенко заинтересован вот в такой вот глубокой, даже это не интеграция, скорее, это, не знаю, промывание мозгов российской пропагандой белорусам. Ему самому хочется промывать мозги. А чтобы российская пропаганда занимала мозги молодежи, вот точно в этом он не заинтересован. И, говорю, есть подозрение, что чуть-чуть все-таки в системе, в самой идет раздрайв, чиновники сами на местах борются за какой-то, не знаю, за лояльность будущих хозяевов. Может быть, они тоже что-то знают больше, чем знаем мы про здоровье, не знаю, не здоровье, а про будущее. Вот. И отсюда видно, насколько несистемно принимаются решения в местных исполкомах. То есть тот же самый, если витебский исполком брать. Не один раз мы уже слышали в комментариях, писали, и там при созвонах тоже при каких-то чиновнике заявляют, что тот же Терентьев его, по сути, и сняли только потому, что он не хотел ехать в Донецк. В то же время Демидов с большим удовольствием постоянно об этом заявляет. Поехал в Донецк, встречался, приглашал на оккупированной территории, он приехал, на эти оккупированные территории привез с собой делегацию немаленькую депутатов. Ладно, депутатов привез, он еще и бизнес с собой потащил, витебский бизнес притащил на оккупированной территории, заставил, я не верю, что бизнес самостоятельно мог такое, там неважно, какие у них взгляды, но, тем не менее, это приехали, как минимум, приехали наши витебские предприятия, которые занимаются водоочисткой, и пообещали бесплатно установить систему водоочистки на оккупированной территории. Вот такие они, я не знаю, добрые, богатые, что можно сказать. Хотя в то же время, ну неужели в Беларуси некуда ставить эти системы водоочистки? То есть у нас прям все настолько хорошо, что надо обязательно ехать на оккупированные территории еще. Ну приедьте в Смоленск поставьте. Зачем это делать на оккупированных территориях? Не сегодня завтра. Да и вообще миллион причин. Я хотел сказать, что не сегодня завтра разбомбят обратно, но так даже не та же причина. Ну да, раньше я поправлю. Я не выполнен, что директоры были там. Я бачу этот выступ директора, я кого максимум примусили до того, что он погодился улыбковать эту станцию обезжлезивания, но он увидел, сколько это говорил. Тому я на 100-сотку не скажу, что он был там, в Донецкой, на оккупированной территории. Вообще мы, ну просто я бы промысили, что вот, если тебе станция, хочешь крутись и вертись, как хочешь, а ли, ну, вот, потребно. Мы про это домовились. Ну и все. Ну ладно, потребно, потребно. А не, я, наверное, говорил, я не имел, что директоров. Да какая разница, Дим, слушай, директоров, не директоров? Ну, предприятие поехало, то есть частное предприятие поехало, представительство, но это выше крыши достаточно. Какая разница, директор, не директор? Да нет, так мы же и не ехали. Ну, мы же просто им по факту сказали, что вот они приехали от Тули, они вызначили список проблемники, и им эти донецкая администрация, оккупанты им сказали, ну давайте, что у вас есть? Так вот такие предприятия у нас есть. Ну, давайте вы нам это и это дадите. Ну, окей. Ну, Демидов записал список, ну, по требам, привез в Витебск. Ну и все, и по факту вызвал, там, ты их приватнику сказал, что от вас это, это потребно, когда вы хотите и далее в Витебску прославить. Ну и все. Ну, махче, я не могу сказать, что так. Ай, ну я, лично моя позиция, я постоянно об этом говорю, слушай, если они не были и не ездили туда, значит, надо потом взять и сказать. А когда Демидов, ну, это же не я придумал, Демидов сказал, что поехали, делегация бизнеса поехала вместе с ним, то есть это его были заявления. Поэтому, как бы, ну, если они об этом молчат, ну, значит, ездили. Если не ездили и тоже молчат, ну, значит, как бы, это их проблема. Я тут подстраиваться под всех и вообще не хочу. Демидов сказал, были, значит, были. Все. В этом плане, мне кажется, надо исходить... Ну, то, что, хотя, то, что не... Ну, там, таймница все это покинуть так и есть, что, ось, кали агучили прозвища депутатов, которые поехали, только после этого, ну, мы уже про это и сказали. СМИ начали там степную информацию подавать, и нават кожных из этих депутатов, но чьи имены, но заявились у независимых меди, вот потом кожных из этих депутатов обычно интервью нават взяли, ну, что вы ездили, что вы там побачили и так далее. И все это отбылось там тягом трех-четырых днём после того, как они съездили. Но, ну, то, бог, видно, что когда эти имена не были обучены, то про них бы никто бы не сказал и не пытал. Потому что так, когда мы не будем сказать про эти все делегации, мы там и не будем доведываться, кто там виноват был, то они будут имкнуться у всех этого тремницы и покинуться. Тоже, в продолжение темы по обезжелезыванию станций, очистке воды, в Толочин пришли на приём, а кто это публиковал, ты помнишь, помнишь, это Толочинская районная газета публиковала, что... Толочинская, да, газета, да, районная. Да, на приём к председателю пришли жители и предложили ему попить вот это, я не знаю, Кока-Колу они дают или что это даётся? Говорят, из этого, из колодца этого, из крана течёт такая. Не, ну, там будет самобычу прозрыстая водица, так по фотках и по фотоздым, как не сказать, что там засим брудный. Али, да, и она... Али председатель пить отказался. Ну, так. Вот, и... Ну, почему об этом не говорить? Опять же, то есть, ну, настолько всё у нас хорошо в Беларуси, что надо обязательно дарить станции, дарить эту воду, дарить оборудование оккупированным территориям, даже не России, ну, я не знаю, на оккупированной территории поставить... Под потребу у нас в станциях обезжелезья на Витебской области некольки десятков, может до сотни доходить. И она ставит там пару ввод, ну, там, может до пяти бывает ввод, но могут побудовать, али, а это, ну, таки, до добрых выник, когда будет. А потреба у нас велика велика, и на вот в газете они узгадали, что летний сезон, когда потреба у людей в воде там повышается, ну, что там, выкористовываясь на летящих и так далее, ну, не справляется ты, какие есть станции и треба еще. Ну, а вот... Так оно, бог с ним в области. Я не знаю, помнишь, не помнишь, в том году Орлов сделал ноу-хау в Витебске, поставил эти арки, которые водой опыляли. И в этот же день в Билево отключили воду, сказали, что этот... Как это оно? Не справились... Не справился район с напором. Только свежепостроенный новый район, и причем официальное заявление. Официальное заявление, что в связи с высоким потреблением, летом, жара, высокое потребление воды, мы не справляемся с очисткой и поставкой воды. Все, воду отключили в новый микрорайон. Спальный. Новый спальный микрорайон. А это всего лишь две арки в городе поставили с водой. Тут фонтаны новые включат, я не знаю, может, тоже скоро полгорода воду отключат. Включили уже воду. А, ну так правильно, они же фонтаны включили. Ты видел расписание? Там буквально что-то 10 минут в день. Ну, вечерня. Ну, 15-х или нах это подсветки. Ну, там, калияны танцуют, тяпяюйте, там. Нет, так-то яны працуют. Так, воды хватает. Ну, видишь, с фонтанами проще. Там вода же все-таки одна и та же, она циркулирует просто. Танцов, что-то треба провести вечером, вот в этот час, как поглядеть, какие на танцах. Интересно, сколько стоят эти 15 минут? Не помнишь сходу там цифр по тендерам? Нет. Ну, сами фонтаны-то по миллиону написали, а каких эксплуатаций в жизни не скажу. Сами-то фонтаны, в этом же и суть было новых фонтанов, чтобы музыкальные были. Поэтому. Так, окей, хорошо, нашел я новость, все-таки был он в Александрии, был в Александрии, плохо себя чувствовал, сам сказал, что плохо со здоровьем последние дни, решил покаяться, короче, говорит, приехал на свою родную землю, землю, не знаю, чтобы тут и остаться или что. Ну, короче, говорит, хочу побыть на родной земле немножко. Ну, там же резиденция, там, да, ехала, кранички и все такое. место сила. Ну, окей, место сила. Так, так, ну, хорошо, Дим, а смотри, как ты думаешь, все-таки, такое чисто, не знаю, ставки давай с тобой сделаем, как ты думаешь, все-таки, какая мотивация может быть у предприятий, то есть вот бесплатно ставят оборудование на несколько сотен тысяч долларов на оккупированной территории в Украину. То есть заставили. Самое простое, чего мы всегда говорим. Но мы тем самым вроде бы как и оправдываем этих бизнес-социумов, что их заставили, что они могли сделать. Во-первых, как их могли заставить, то есть, ну, какая, какой аргументации, то есть зачем. Либо все-таки может, хоть допускаешь мысль, что они искренне, искренне хотят помогать российской армии продвигаться на территории Украины, закрепляться на этих территориях. Ну, глядя, каля мы про станцию обезжлезивания, то, ну, тут я на угол бы не чоплялся, но, каля пьяны только минавитые в этом допомагали, ну, то и не хай. Ну, зразумелось, что это, ну, так сама дрэнна, але нам ведомо, что они допомагают не в этом, они допомагают, зброи, ось, каля пьяны допомагали, ну, гуманитарным накерункам, ну, я б, я же, там мог бы заплюшить в очнах, ну, и тому для меня, все ж таки, я думаю, что, ну, там, может, доля ширости есть, там, некий директор, там, хотя я думаю, что не, там, у всех это, гуманитарные проекты завжды, держава, выкористовывается, там, с примусом, но, там, приходит для когости, кажется, от вас, то и то и потребно, ну, не подаяться, я не верю, что человек по своей, там, инициативе сказал бы городу, что, вось, мы можем то и то и поставить, вось, ну, там, ну, некую, там, долю я могу еще допустить, а я так не упомню, вот, али, ну, навод, коли я допускаю, что и он там мог захотеть, ну, то и добро, коли и он миновито водой занимается, то и добро, а вот коли уже человек займается, там там директора, так уж ли в маши, но сброй, ну, то все, тут уже и инши обставины, по мне, и там инши, инши артыку, злочинств. Ну, я тебе, вот, единственное, что тоже свои еще раз вставлю свои мысли, я не верю в принуждение сегодня, не знаю, по каким причинам, либо у силовиков, чиновников не хватает, как это, силы, здоровья, влияние, чтобы влиять на бизнес, именно у силовиков, то есть влиять на бизнес, наверное, чуть-чуть более крупный бизнес, можно из Минска, то есть таких бизнесов, которых можно доить в рамках страны, их, ну, не так много, и явно вот эти, видите, такие предприятия, ну, марка такое предприятие, действительно, может быть, которое можно доить в рамках страны, принуждать, то есть там, не знаю, там, шантажировать, как-то свободой, то есть посадим, если не будешь делиться прибылью. Это да. Такие более мелкие предприятия, скорее всего, на них давить никто не может, и мне кажется, что они скорее, как это, не то что искренне хотят помочь, скорее они это делают добровольно, вопрос, какую цель. И цель, ну, тупо деньги. То есть наверняка сидят в облсполкоме, давайте, чем можем помочь? Мы можем поставить оборудование на оккупированную территорию, вы всем покажете, какую вы деятельность ведете хорошую. Нам взамен нужно то-то, то-то, то-то. И как минимум доступ к каким-то тендерам вполне в силах облсполкомов сделать так, чтобы закупки были. Я такое допускаю, як форма Гамля, да, что вы нам тое, а мы вам тое. Ну, так, так. Але гэта так само не с широй души, гэта, ну, больше як спроба, ну, нечем домовиться. Это коррупция, слушайте, элементарная коррупция, все, не надо изобретать велосипеды. Знаешь, у нас всегда типа взятка. Взятка это, вот, коррупция это взятки. Да нифига не взятки, не просто дача, там, денег в конверте. Коррупция это про достижение своих собственных интересов преступным путем. Вот и все. Не тем, как это расписано в законе. Спросование там своих детей на должности, это тоже коррупция. Там, не знаю, себя по должности. То есть, опять же, чиновники это же тоже делают не просто так. Не потому, что они такие искренние и добрые. Они хотят продвигаться по карьерной лестнице. Еще раз говорю, что Демидов не исключаю, что спокойно Демидов мог с такими же тезисами подсидеть Терентьева. Я буду ездить в Донецк, я буду с предприятиями договариваться, доить их, не доить, как бы второй вопрос. Но, как бы, суть в том, что договариваться получается. Вот и все. Терентьев не был готов на такие аферы, авантюры. Вот, ну, а где Терентьев, собственно, сейчас? Фиг знает, где Терентьев. Ну, невидимо, да. Ну, Олег, на фотках я его бачу. Ну, 10 месяцев тому я в Шаркуршине был с делегацией областной. Там, у яким статусе... Областной депутатов? Не, ну, не помню, кто проезжал. В Оллее он там, ну, супольно, суместно за вертикалью Мясоу, и он там был на фотках. И там у меня незразумело у якости, кого я там просутничал. Слушай, ну, менять-то не на кого. Все-таки человек, который 10 лет был на достаточно высокой руководящей должности, который 20-й год провел, плюс-минус-то, как бы, в целом-то, был... Кем он был? То есть председатель областного совета депутатов, он в выборах участвовал достаточно активно и явно возглавлял тоже какой-то там... Был в президиуме этой центральной избирательной комиссии. То есть он там был где-то достаточно высоко. То есть 20-й год он провел, 10 лет был на руководящей должности. Ну и куда его? Сейчас, естественно, на пенсию выгнать это слишком дорого для системы. И более того, не то, что дорого, менять на кого? Меняют, тут чиновников этих тусуют уже. Я удивился, знаешь, там немножко не правительство, но министр иностранных дел Рыженков. То есть, ну, дипломат, по идее, должен, как и врач, понимаешь, врачом можно поставить, там, министром... Да и то, даже в министерстве здравоохранения все равно. Министр, врач здесь, министр, ну, должен хотя бы работать в ведомстве. А здесь, когда совершенно стороннего человека привлекают, ну, как бы очень странно-странно выглядит. Ну, и по Витебску, что по Витебску? Забрали от нас Левкович... Какой? Я их всю путаю. Левкович, Леневич, Леневич. Леневича забрали. Теперь новый министр сельского хозяйства. Я напомню, у нас этот чехарда Брыло. Брыло министром из министра Витебска. Этот из Витебска, он был смотрящим за областью, Леневич. В итоге, после смотрящего за областью, он стал первым зам председателя облсполкома. Сейчас министр сельского хозяйства. Должность, я не знаю, вообще, как можно пойти добровольно согласиться на должность министра сельского хозяйства в Беларуси. Ну, это расстрелянная, расстрелянная просто должность. Которая ни для кого, ничем хорошим не заканчивалась. Страна, в которой такое повышенное... У нас этот председатель колхоза лучше всех знает, как управлять, но в то же время почему-то все сыпется вниз. И, естественно, при нем быть министром... Как на это вообще можно было добровольно согласиться, я не представляю. Ну, да, в этом году нау стратная была есть. Тогда из Божья не собрали в этом году, я наибольша оптимистична. Але все равно показчики падают, тому дилу. Но есть некий оптимизм, Леневич. Смотри, тут другая мотивация. Вот видишь, когда бизнес... Я не верю, что бизнес можно заставить. Скорее, они там какой-то обоюдный интерес находят, чтобы финансировать какие-то проекты, республиковать бюджетные проекты, стройки какие-то, ремонты финансировать. Здесь какая мотивация? Вот заставить могли, не могли? Мог он отказаться или не мог? Интересно, как ты думаешь? Ссылка эта? Что это вообще? Повышение? Ну, так, внешне это, да, повышение. Але так, с уликом того, что я к отказности пер выросла, не ведаю, к чему я погодился и что я там у его владе. Ну, и они буквально пару дней назад встречались на каком-то мероприятии, мероприятие в Александрии как раз-таки. Александрия собирает друзей. И там был Субботин и Леневич как раз-таки они вместе, вместе там активно ходили, презентовали Витебскую область. Теперь у нас как этот министр, видишь, я не знаю, Витебскую область, что из нее хотят сделать? Какую-то житницу всенародную, смотри. Бывший министр приехал в Витебск, потом его посадили. Председатель, зампредседателя поехал в Минск на должность министра. Тоже будет явно с тесным контактом с Субботином, в тесном контакте. Ну, не, но... А что подумать? Арбузы скоро выращивать начнем Витебск? Не, не, не. Тут справа у иншим. Витебшина лидер в стратных предприемствах, в колгасах. Ну, таму, и он, коли призначал там чергового своего инспектора по кадрах, и он же казал, что она там на дне, эти пшины, треба не як с одна ее поднимать. Вот, и кожного, кого он отправляет, ну, виноватно с такой промовой отправляет, что треба ее не як поднимать. А поднимать уже ничего не засталось, что можно поднимать. Ну, так и побыла она на дне. То есть Линевич же и был... Сколько он? В итоге в Витебской области несколько лет пробыл. Года три, я думаю, что инспектор, зам председателя. То есть в общей сложности года три пробыл. И что в итоге? Какие-то достигнения там супервысокие? Нет, нет. Вот я шерохворче стал. Ну, так. Может, тогда должность министра сельского хозяйства, она чисто формальная? Знаешь, там как Косинец зам в этом всенародном собрании, он там так для красоты? Может, и это для красоты? Может, там на самом деле министр Лукашенко сидит периодически сам? Знаешь, как эти генералы некоторые на войне там расставляют? Тут окопы, копайте, тут не копайте. Так и тот, может, у него карта большая? Ну, минсельгас это як манавис, это министерство надзвучайных ситуаций. Ну, то бог зараз у нас это не про сбор сборжа, там про привесы молока, это про то, где эти комбайны сгорели, и где какие телятники сгорели. Ну, у нас больше такие новины зараз. То есть там это, а мальчик, что как министерство надзвучайных ситуаций. Кто, твои ставки, кто придет на место Линевича, на должность замгубернатора, зампредседателя областполкома? Я думаю, что не какого дурного поколь поставить, а на дурного, какого стеньшего уже. Дурного ты по фамилии, в смысле, или? Ну, конечно, по фамилии, но по празднику не... Ну, дурного зараз у форума региона там активно был. Ну, там, у всех этой справы ел. Ну, он активно был, скорее, с точки зрения, что он все-таки этот пропагандист местный, идеолог. Как бы вот ему и поручили. Какая цель у форума была? С силовиками, на суде с силовиками. Ну, я контролевал их. Ну, так. Ну, а первому заму все-таки работать надо. Как бы тут дурнов-то дурнов, тут как не каждый дурнов сможет быть дурным заму. Ну, у меня пока нема иного прозвища, как я мог бы. Ну, не, Никитину же ставить. А хотя кто его ведой, может Никитину. А чего не? Слушай, ну, туда-сюда, как тусуются все эти колоды, карты, мне кажется, сейчас самое время для ее креатива. Она очень креативная женщина, у нас может поднять крестки с колен. Все, кто на коленях стоит, не знаю, только может быть не факт, что на ноги поднять. Слушай, я бы, мне кажется, слушай, а если Левкович, как ее? Светлана, Светлана, которая депутата. Ну, я разумел, да. Будет у нас и инспектор по кадрам Левкович, и она Левкович. Уже Линевич, Левкович, я окончательно в фамилиях тогда запутаюсь, если еще она придет. Ну, поглядим, 8-3 кандидата, так. Окей, я за Левкович. Окей, хорошо. Попересмотрели мы, в принципе, с большего все. 3 июля ничего суперинтересного не происходило. Обычные стандартные салюты, шествия, да? Заметил ты что-нибудь интересное на эти праздники? Да нет, я не к такому поглядел. Ну, ничего не глядела, что там люди трансливали, а лет такого текавого ничего не было. Я только в очередной раз обратил внимание, вечером пели гимны, они все вместе. Суботин, Собынич, Суботин, Собынич, Линевич, Левкович, я не знаю, они там по алфавиту как-то их собирают, что ли. Я окончательно путаюсь в фамилиях. Я, блин, меня так Демидов напрягает, ты бы знал. Так сложно на него вообще смотреть. Какой-то такой вот КГБшник, КГБ, не знаю, даже не КГБшник, он на КГБшника не похож. Просто мент. Знаешь, мент, который, причем какого-нибудь РОВД местного районного. Вот максимум на кого он похож. И, не знаю, не в обиду будет сказано, но какого-нибудь российского, знаешь, там, рудни какой-нибудь. Вот, ну да ладно, не будем вспоминать в сую лишний раз. Все, Дим, спасибо большое за созвон. В целом вроде бы все пообсуждали. Спасибо. Пока. Всем пока.